Дмитрий Востоков, учебник, учебник, учебник... Великобритания Анастасия Великобритания Анастасия Нужно отметить, что сейчас в Узбекистане, начиная с пятого класса до девятого, внедрена новая информационно-коммуникационная программа, созданная по школьным учебникам, называется она «Иностранный язык 2.0». Великобритания Анастасия Ученики пытаются выбрать подходящие ответы, опираясь на свои представления. Операциональным компонентом является совокупность знаний, навыков и умений учащихся. Данный компонент олисотворяет собой непосредственную реализацию функциональных задач и программ. Каждый ученик после выполнения интерактивных заданий получает соответственную оценку. И рефлексивные компоненты охватывают интересы чаще учеников, его настроения, его мнения, планы и знания, которые могут быть оценены по существу. Практика показала, что внедрённые электронные информационные системы «Иностранный язык 2.0» эффективно используются для решения следующих педагогических и дидактических проблем. Она адаптирована, адаптирование интерактивных материалов отдельно для каждого ученика, так как интерактивные упражнения эффективно помогают формированию коммуникативных навыков у учеников. Развитие навыков коллективной и совместной работы, установление эффективности в процессе обучения электронной информационной системы «Иностранный язык 2.0», построенный на 11 типах интерактивных упражнений, составленных, как я сказал, мотивационным, когнитивным, операциональным и рефлексивным компонентам, позволяющих сформировать навыки самостоятельного обучения у учащихся. Учитель выступает в роли фасилитатора, он выступает в роли модератора и управляет процессом обучения. Электронная информационная система «Иностранный язык 2.0» создает необходимые условия для активации процесса обучения. Разработанная система помогает автоматизации коммуникативных навыков, раскрытию и развитию личностных качеств учащихся. Президент Республики Узбекистан 23 мая 2014 года принял постановление о мерах по совершенствованию деятельности Узбекского государственного университета мировых языков. Согласно принятому документу, Узбекистан 23 мировых языков обсудил республиканским базовым образовательным и научно-методическим учреждениям для системы непрерывного образования по иностранным языкам. И при Узбуме, именно к этому университету, где я работаю, был создан Республиканский научно-практический центр развития инновационных методик обучения иностранным языком. Таким образом, система образования Узбекистан в ракурсе преподавания иностранных языков идет по пути решения несущих проблем и подготовки современных востребованных специалистов с знанием нескольких иностранных языков. Также я принес с собой электронные форматы всех наших информационных систем, которые я вам сказал, «Иностранный язык 2.0». Если кому-то это интересно, я могу записать, вы можете посмотреть и вызываю. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий доклад. Черпаков Андрей Владимирович, научный руководитель Центра исследований медиакоммуникации Государственного института русского языка имени Кушкина. Проблемы изучения разных языков в контексте региональной языковой политики. Уважаемые коллеги, послушайте, мне вас поприветствовать. И в начале своего выступления я хотел бы с определением ключевых понятий. В данном случае это понятие языковой ситуации и языковой политики. Можно уже первые послать и можно показать. Вот языковая ситуация, мы понимаем функциональное соотношение между компонентами социально-коммуникативных систем, где одно или иное, это и числание языкового сообщества, это различные языки и формы этих языков, там диалек, функциональный стиль и так далее, которые обслуживают определенные функции общества. Языковая политика – это самообходы идеологических принципов, практических границ, выражения, выражения, выражения государства. Конечно, в таком государственной красе языковая политика отличается особой сложностью, потому что наша страна именно национальная. И, что самое важное, языковая ситуация в различных регионах Российской Федерации существенно отличается. Можно следующий слайд, пожалуйста. На территории Российской Федерации, по разному подсчетам, более 150 языков, здесь просто нет иногда жутких примеров в отделении языков отдельных, но в частности, например, по данным Института лимитических исследований Российской Академии Наук, в «Бойске мостов» существует реально 4 языка, хотя в научной литературе мы их обычно слышим и читаем упоминания только одна «Бойске мостового языка». За последние 150 лет на территории России исчезло 14 языков, из них 7 исчезло в постсоветское время. То есть языковая ситуация у нас находится в динамическом развитии, постоянно меняется. Опять же, по некоторым данным около 18 языков находятся на крайней ущерновении. При этом, кроме русского языка, статус государственного имеет 48 языков в 21 регионе Российской Федерации. Из всех национальных республик в нашей стране только карейский язык в Карелии, соответственно, является государственным, но он обладает статусом ассоциального языка в отдельных районах этой республики. Следующие три слайда можно пролистать, я просто перечисляю регионы, в которых есть такие государственные языки. На следующих слайдах мы можем увидеть официальные языки, их на территории Российской Федерации 15. У них немножко разный статус, зависимый от законодательства той или иной республики, того или иного национального образования Российской Федерации. Отмечу, например, на следующем слайде вы видите, что, скажем, эллинкийский язык является одним из самых таких ассоциальных языков на территории Юйти. А вот, например, в соседнем Красноярском крае, где когда-то, ну, сейчас существует эллинкийский основной блок, находящийся в состав Красноярского края, эллинкийский язык статуса социального не имеет. И при этом реальная языковая ситуация такова, что эллинкий, говоря эллинкийский язык, то есть он используется как язык бытового общения. Также можно отметить, что социальный статус языков некоторых национальных меньшинств, он определен в местах их компактного проживания и здоровья, и законодательства в Штатастане, Республике Мариал, так скажем, в Тихо-Красе Чуботского автономного округа. Следующий слайд, я хочу показать. В школах Российской Федерации изучается 81 декабря. Данное министерство просвещения преподавали 31 языке, при этом в разных регионах сложились разные системы, разные модели регуального образования, скажем так. Такое положение вещей, которое существует в Игутии, отличается от такого положения, например, в Штатастане, в Штатастане, в Штатастане, в Республике Токсистан, где 12 государственных языков существуют дорогие. И в этом смысле там ситуация гораздо сложнее. При этом регионами Российской Федерации в последнее время принято в области языковой политики более 1200 законодательных актов. И в качестве примера уже привести такой, что в 2013 году законодательное собрание Токсистан вернуло отменено в 2007 году обязательное изучение родного языка для детей токсистан в школах, где обучение ведется на русском языке. Ну, и вы видите на слайде, что, скажем, в этой республике в Токсистанте, в зашкольных образовательных учреждениях преподаются и изучаются токсистанте язык, основы этой культуры, адыгейская литература, там и так далее, там более 22 тысяч школьников в Адыгее изучают адыгейский язык, а адыгейскую литературу почти 28 тысяч учащихся. Следующий слайд, можно сказать. И вот теперь мы переходим, собственно, к ключевой проблеме нашего сообщения, это проблема изучения родных языков, в том числе русского языка, поскольку я представляю стилут русского языка и не имеется в Санкт-Петербурге Чепушкиной, поэтому для меня вопрос изучения и преподавания русского языка как считается на первом месте. Но эти проблемы мы хотели рассмотреть в контексте изучения других размеров языков, распространенных на территории Российской Федерации. Ну, и сказать, что примеры, там проблема мотивации к изучению родного языка и, конечно, кроется в плоскости семейных отношений и того, насколько культивируется интерес к изучению родного языка, прежде всего, в семьях. Отмечу такую интересную, на мой взгляд, тенденцию, что в смешанных семьях, когда родители являются представителями разных народов и, соответственно, родные языки у них разные, как раз интерес к изучению родных языков выше, чем в моноэтнических семьях, где очень часто родители, видимо, руководку, с какими-то прагматическими соображениями, скажем, не стимулируют своих детей к изучению родных языков, сосредоточивают свое внимание на русском языке и на иностранных языках. Также актуальна у нас проблема к чтению на родном языке. И здесь одна из таких составляющих, одно из таких объяснений, что текст, как и программия для чтения, в том числе в учебных пособиях, оно, конечно, не интересное современным школьникам, не актуально. И это тоже такая большая проблема, которая связана с забором текстов для чтения при изучении родных языков. Следующая проблема, это проблема, это даже не одна проблема, а проблема сдержательного характера, их достаточно много, и это связано с некоторыми вещами. Ну, например, система преподавания, которая ориентирована на изучение родных языков и отчасти литературы, в теоретическом ключе, когда нет возможности у изучающих родной язык для самопорожения, для развития лингвистического чутья и вкуса, для интереса просто к языку, к пониманию того, что чем больше языков человек знает, тем шире язык в газон, тем больше возможностей для обознания окружающего мира и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, иногда, когда говорят об изучении родных языков, то говорят, ну, вот зачем изучать столько языков? Это же сложно, на это требуется время, но опять-таки практика, и моя, собственно, работая в институционской, как и Гарри Кушкина, и мнение о галет, говорят о том, что осворение второго, третьего и далее языков происходит быстрее, и человек, владеющий двумя языками, легче осваивает уже третий, четвертый, и так далее. Ну, вообще, должна, наверное, существовать, например, вот такая установка, что человек, современный человек, должен, конечно, владеть своим родным языком, государственным языком, то есть страной, в которой он живет, и еще один, хотя бы родный, из мировых языков. Еще одна компонента содержательного свойства, это содержание, например, это язык, в принципе, государственного языка и родной русский язык. Вот с введением сгорода этих изменений в прошлом году у нас произошла, здесь сложилась такая очень сложная ситуация в плане ограничения и содержания этих предметов. Но я думаю, что у Игоря Ивановна Артеменко, которая будет заступать с докладом, наверное, этот проблем тоже таким образом заходится. Следующая группа проблем, это проблемы организационно-методического характера, займем это так, и здесь их много существует, но я остановлюсь, пожалуй, только на двух. Во-первых, это неравное кладение русским языком, в основном уже классе, в котором учатся или могут проходиться дети, являющиеся в данной семье разных культур, разных языков, и в таких условиях многоязычия требуется, конечно же, разработки методик преподавания из-за других предметов в данной сфере в таких условиях. При этом, по сути, на сегодняшний день в России есть четыре мононациональных региона. Это Чечня, Мишитя, Два и Моносевастополь. При этом, как вы понимаете, из трех первых из названных регионов это не русскоязычные регионы, тогда как Севастополь, это просто русскоязычные регионы. И там, конечно, куда активность ситуации многоязычия не существует. Все остальные регионы, как показывают последние данные, уже являются многонациональными. Даже традиционные регионы загранили на английской части России, которые считались, ну и в общем считаются, да, русскоязычными, но там количество вносительных языков и представителей других народов и национальностей постоянно растет. И такие традиционные опять же русскоязычные русскоязычные регионы, как, скажем, Грязанская область, Грианская область, Ярославская область, Смоленская область, это уже по сути де-факто регионы многоязычные. И еще у меня одна проблема, связанная с организацией процесса обучения родственников, это то, что недостаточно используется потенциал учреждений группы друзей, библиотеки, театров, рабочих площадок и так далее. Здесь, правда, нужно отметить, что в ряде регионов Российской Федерации есть как и вирус, на ваше состояние это уже практики, позитивные практики как раз ограничение учреждений культуры, обучение родственным языком, родственным литературам и родственным культурам. Одна из самых важных ошибок проблем, хотя начинал я не с нее, это проблемы кадровых, проблемы подготовки учителей родственных языков и учителей русского языка способных работать в условиях полимационной следующей сайты. во-первых, подготовка на четыре словесенька всех, мы не только учили от русскоязыка и литературу, но и родственных тоже, по сути дела, оторваны в реальной практике и на ваше участие нужно немножко неустаревшим сведением. Во-вторых, квалификация учителя родственников низкая, и здесь можно привести в пример к мемецких регионов, где при образовании программ по подготовке учителей родственников использовался такой механизм как целевой набор, но он, сказать, не дал никаких результатов просто потому, что неохотно шли на эти образовательные программы, а те, кто туда пришел, не обладали уже на входе изначально навыками и особой мотивации не имели для изучения родственников и последствия для их преподавания в школах. И все это привело к тому, что, по сути дела, в наши школы вошли педагоги, учителя родственников, в общем, словно говоря, троечники, которые, понимаете, были в свою очередь реализовать те задачи, решить задачи, которые из них стоят. К тому же, не всегда учителя, преподаватели русского языка, национальных республик, владеют родным языком школьников, что тоже затрудняет процесс обучения русского и родного языка. Профессиональная поддержка учителей языков народа в России, в том числе русский литературе, носит не системный характер, это тоже нужно признать, что, собственно, и давали результаты представителей министерства уже отставали науку республик в 16-ом году по герману оттенок Кавказа, когда было выявлено, что за последние 20 лет учителя северно-кавказских наших регионов более-более 60% учителей русского языка и литературы не проходили никаких фон повышения квалификации. То есть это просто тратичная ситуация, на мой взгляд. Система оценки качества работ учителей русского языка, литературы и хироговых языков, конечно, носят формальные характеристики и не способствуют их профессиональному росту. Следующая очень важная проблема это проблема обеспеченностью методическими пособиями учебниками и словарями. Как уже было сказано, в России изучается 81 язык, но учебники, те, которые объявлены министерством посвящения не столько по 10 языках. Соответственно, учебные методические литературы по оставшимся языкам либо отсутствуют, либо еще не прошла какой-то экспертизы, либо недоступна для практикующих педагогов. Опять-таки встает вопрос по учебнику по русскому языку как государственному как программу в связи с нововведениями. И особо я обратил внимание на обеспеченность словарями. При изучении языка, конечно же, словарь это одно из самых важных и существ подспорий для учителей и для самих учащихся, поскольку освоение языка должно опираться на такие психографические источники. По данным общественным палатам в школьных библиотеках более 40 словарей изгоняющих до 1990 года. То есть шли годы, а у нас другое столетие, другое тысячелетие, а словари еще те. А из общего числа имеющихся словарей 43% это орфографические словари, которые, конечно же, для изучения своего языка вообще не дают. И мы это прекрасно понимаем. Про словари фразеологические, словари любительных других выразительных ресурсов любого языка, в том числе и русского, я вообще не говорю таких словарей в школе библиотеках. Либо нет вовсе, либо они привезены туда подвижниками учителями и собственной библиотеки. Их существует единственным цемпляре. Это, конечно, катаскратическая ситуация. Просто по-другому ее назвать и квалифицировать никак нельзя. То есть это большая проблема, конечно, выходом из этой ситуации может быть создание электронных словарей, поскольку они тогда и более доступны и могут каким-то образом адаптироваться к современным условиям и в них может быть встретиться изменения в соответствии с меняющимся состоянием языка. Следующий слайд это что делать? Что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы указанные проблемы каким-то образом решить и хотя бы привязываться к этим решениям? Во-первых, конечно же требуется разработать методик преподавания русского языка и других учебных предметов в условиях многоязычия, опирающиеся на достижения современной лимфистики и теории мушкультурной коммуникации. Для многонациональной страны эта проблема очень важная, соответственно требующая введение учебных планов подготовки преподавателей русского и других разных языков модуля по работе в условиях многоязычия. второе, необходимо, конечно, осуществить комплекс мест создания учебных пособий по родным языкам, родным литературам нового поколения, христоматий, каких-то расширенных за счет дополнительного фариотипового материала, учительующего, скажем, региональную специфику, и, конечно, кроме текстов художественных произведений комментариев, там нужно поместить какие-то вопросы, задания, еще какие-то материалы для того, чтобы приблизить художественную литературу к изучающим какие-то языки. Конечно, необходимо создание современных словарей различных типов, прошедших обязательно профессиональную экспертизу, поскольку школьный словарь и просто словарь это все-таки не одно и то же, школьный словарь требует особой презентации материала. Третий момент, необходимо рассмотреть возможность введения вкуса литературы в России в практику школьного учения, поскольку для национальной страны по-вашему не только изучать ровную литературу, но и иметь представление о том, что создано на других языках. Четвертое, необходимо создать системы непрерывной профессиональной поддержки учителей родного 114 языка и литературы, членов и других предметов директоров школ, работающих в условиях более мультурной среды. Это тоже важная проблема, и в том, как у системы должны стать электронные образовательные среды, поскольку они обеспечивают доступ к программам и повышению квалификации, и к каким-то новым методическим ресурсам вне зависимости от места проживания. Также известно, что в некоторых регионах России существуют сложности с доступом к интернету, чтобы это было качественно и сберегально, но тем не менее именно открытые образовательные ресурсы возможно преодолеть эти методические проблемы. Внедрение новых образовательных технологий в развитии российской электронной школы, образовательные порталы грузов, электронные словарьи и страны, и так далее. Эти системы развиваются, однако то, что касается российской электронной школы, то не все материалы достойного качества, но эти проблемы тоже можно преодолеть, по крайней мере работа такая уже ведется. Один пример передуман. В феврале коллеги из языка Абина Кушкина и я в том числе мы экспертировали материалы в русском языке с 1-го по 4-й класса и школы. За редким исключением там, конечно, пока материалы такие, которые нельзя показывать неучительные детям требуется существенная доработка и корректировка, но, тем не менее, такая работа ведется и я думаю, что скоро мы получим достойные образовательные ресурсы. Шестой момент. Использовать потенциал системы дополнительного образования для изучения разных языков. Скоро мы сталкиваемся с трудностью, когда в учебные планы школьные трудно вместить и русский, язык и родные языки. Если не один, то возникает опять же особая сложность, да, я завершаю, то вот здесь система образования, она, конечно, может стать поспорьем. Ну и, наконец, седьмое, это организация проведения олимпиады конкурса с коронным языком и литературом. В частности, есть уже опыт олимпиады по государственным языкам Российской Федерации, которая проводилась два года назад совместно нашим институтом совместно с Казанским Федеральным Университетом опыт успешный, но вот, правда, последний год это ребята не получили поддерживать со стороны Министерства Просвещения, хотя опыт позитивный, да, почему бы такую систему не развивать. Вот такие предложения. Спасибо с тобой. Спасибо большое. Ну, аплодировать. Вам вопрос, возможно, задавайте или сейчас? И я не могу. Сейчас реплику. Да, пожалуйста, реплику. Значит, хочу подарить вам хороший пример по поводу излишнего присутствия словарей в учебниках. Не буду называть линею, но во втором классе значит, я, предлагаю, пользовался обратным словарем в учебниках. Замечательно. Во втором классе. Итак, Артеменко Ольга Ивановна, директор научно-исследовательского Центра национальных проблем образования РАСМИС Москва, современная и заковарно-образовательная политика Российской Федерации «Проблемы и перспективы». Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я бы хотела обратить ваше внимание на тот факт, что все, что происходит с языками, это не случайный процесс. Они определяются объективными факторами модернизации общества, становлением нового уклада и образа жизни, формированием определенных типов личностей. И это вещи, которые мы всегда должны помнить, осознавать, когда анализируют ту языковую политику, которая реализуется у нас в государстве. Нужно сказать, что современная сфера образования сильно отличается от советской системы. исторические моменты мы с вами тоже должны помнить. И увидите, если будете внимательно анализировать, увидите те навыки, которые реализуются и в современном обществе. так вот, современная сфера образования, она из моносубъектных превратилась в поле субъектных. Поле субъектных. Предметом регулирования сферы образования в настоящее время стали общественные отношения. В тот перестроечный период все было просто. Единым субъектом социального заказа всегда выступало государство в лице министерства, которое реализовало общеполитическую программу выработанного ЦК КФСС и министерство приобретало и контролировало все. Какой будет единая программа языка и языка языков народа в России, какое содержание учебника, какова подготовка учителя. Унидальная политика, которая реализовала государство с 18 до 1991 год, преследовала и решала конкретные и социальные, и национальные задачи. Национальные цели сводились у нас в стране к стиранию национальным различиям, которые, как считалось, снили опасность разъединения. И в какой-то степени это действительно так. По этой причине культурная политика осуществлялась по принципу единства по содержанию в большей степени в сфере образования и различий по форме в большей степени в сфере культуры. В 60-е годы 20-го века государственная доктрина построения нового общества была развернута до формулы создания единой общности советского народа, единого по своей идеологической основе и с единым русским языком в качестве языка межнационального общения. Так вот такая концепция была получена в основу государственной политики и все политические механизмы и социальные институты были сфокусированы на решении именно этих задач. Школа в этой политике виделась как инструмент формирования определенных межнациональных характеристик поколения молодежи через унитарное содержание образования в том числе языковое формирующее твое свече. В результате реализации такой политики что мы приобрели? И многие отмечают что этническое многообразие оказалось включено в единое общественное политическое целое стянуто хозяйственными связями. соединено общностью совместной жизни и считалось что такие условия не дели межнациональные конфликты. В действительности же конечно реально многие этносы жили в различных исторических временах. Необходимо было это этническое манообразие которое составляло 47% от населения страны сделать грамотно. И в первые годы строительства нового государства эта задача стояла первостепенность. И уже в 1927 году согласно школьной переписи преподавание в начальных школах РССР осуществлялось на 48 языках. В 30-е годы модернизация в различных сфер общества формировала миграция многонационального населения в русскоязычные индустриальные центры. И это создало мощную социальную потребность в расширении знаний русского языка. Одновременно в середине 30-х годов начинается глобальная реформа панилина. Переход в систему всеобщей военной обязанности, что также острейшим образом вставит вопрос по значению русского языка как единого языка командования. Таким образом, постепенный переход с родного на русский язык обучения в школах для нерусского населения имел под собой объективные основания ответа на новые общественные потребности, вызванные переходом в обществе в новое качество. В интересах индустриальной экономики в стране начался процесс перехода от всеобщего четырехлетнего образования к всеобщему семилетнему образованию. Однако далеко не все народы располагали теми компонентами современной культуры, которые необходимы для выработки адекватного содержания неполного и полного среднего образования. И результатом безусловно стал переход преподавания практически всех предметов на русский язык. с выходом в 1958 году школьного закона, который предоставил родителям право выбора языка обучения, начался процесс реорганизации школы с обучением на языках народов России. Практически этот процесс продолжался до 1989 года, о чем свидетельствуют следующие данные. В 1956-1957 учебном году обучение в школах Российской Федерации велось на 46 родных языках, а в середине 1970-х годов уже только на 18 языках, причем в 10 случаях только в начальных классах. В большем объеме сохранилась школа с обучением на татарском и машкистском языке до 10 класса, на тувинском и якутском языке до 7 класса, чувашском до 5 класса. И нужно отметить, что в системе образования были созданы минимальные условия для сохранения родных языков, но при этом за весь советский период было потеряно и минимальное количество языков. Парадокс, но действительно это так. некоторые авторы отпечатают, что было потеряно за советский период только два языка. В других источниках я нахожу информацию, что потеряно было только 70 годов. Из-за небольшого времени я не буду речь с этой языки. В 90-е годы начинается этап строительства России гражданского общества и демократического государства. Система образования школы с родными языками изучений становятся не только объектом, но и субъектом, получая заказ не только от государства, но и от родителей и представителей общественности. Для удовлетворения поле субъектного социального заказа в 1992 году закон об образовании вводят во все школы региональные и национальные региональные компания содержания образования. В этих условиях стала развиваться школа с изучением родного языка и предметом государственного цикла гуманитарного цикла с расширением содержания образования вместо национальной культуры, которая в основном преподавалась на русском языке. Дайте водички, не могу все, пересеку. я как-то сегодня ни минуты не спала почему-то. Спасибо. И можно говорить о принципиально новом этапе развития этой модели школы. Его главная черта это, конечно, динамичное расширение роли родного языка и национальной культуры содержания образования. На национальные региональные компания отходилось до 30% учебного времени. Общим результатом введения этого компания стало увеличение количества языков обучения с 21 в 89 году до 31 в 93 году. И в целом число изучаемых языков как предмет с 44 до 68. К 2007 году число изучаемых языков увеличилось до 89, а из них на 30 языках велось обучение. Поворот в школьной системе образования культурных потребностях этносов напоминает ситуацию в 30 годах, стоя лишь существенной разницей, что за истекший 70-летний период модернизация глубоко изменила облик самих этносов, характер их образовательных потребностей и культурно-творческих возможностей. Все вопросы связанные с реализацией национального регионального компонента закон полностью передал в компетенцию субъекта федерации. Для субъекта федерации компонентный принцип используется для достижения самостоятельных политических целей, что привело к согласованию целей и содержанию образования на федеральном и национальном региональном уровне, а также как мы обычно говорим к разрушению единства образовательного и цивилизационного пространства России. Открывая возможности для дезинтегративных тенденций в ряде субъекта была внебрена каталонская модель организации образовательной деятельности. Для снятия возникших негативных тенденций компонентный принцип структурирования содержания образования был отменен. А изучение родных языков введено в обязательную часть основной образовательной программы. В ряде субъектов в обязательную часть также было введено изучение предмета государственной языки республики. Такие условия не удовлетворяли образовательные потребности населения ряда республик Российской Федерации. Русскоязычное население утверждало, что выделяли количество часов на изучение русского языка значительно меньше, чем в школах федеральных городов Москвы и Санкт-Петербурга. За счет часов русского языка увеличили количество часов на изучение государственной языка республики, заставляя его изучать всех, учащихся от независимо от их этнической принадлежности. другая часть населения желая качественно изучать свой литературный родной русский язык, также проявляли недовольство образовательным процессом. Такая ситуация приводила к многочисленным обращениям к президенту Российской Федерации. С целью изменения ситуации в августе 2018 года был принят закон о внесении изменений в федеральный закон по образованию Российской Федерации. Соответственно с этим законом родители и законы представителей обучающихся выбирают как язык образования, так и язык изучения в статусе киллера в том числе русского языка или государственного языка субъекта Российской Федерации. Родители пишут заявления на изучение их детьми языка при упреплении на обучение образовательных программах дошкольного начального общего и основного общего образования. В этих изменениях впервые в истории русский язык законодательно затреплен в статусе родного языка. В Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации русский язык для всех из исключения должен быть или государственным языком Российской Федерации или родным языком для тех, кто его таковым считает. Именно по этой причине русский язык законодательно закреплен в статусе родного языка. Какова практика реализации законодательных темных нот в субъектах Российской Федерации по сравнению с предыдущим периодом? В течение почти года мы изучали, как изменилась ситуация изучения языков в школах субъектов Федерации. В настоящее время по нашим данным в общеобразовательных организациях изучается на уроках и на факультативных занятиях 96 языков и только на 12 языках осуществляется обучение преимущественно в начальных классах. В учебных планах практически всех школ на родной язык и литературу отводится 2 часа в неделю по заявлению родителей. Во всех школах написано заявление родителей. В соответствии с новым законодательством во всех школах России введен предмет родной язык русский, который не обеспечен ни качественным учебником, ни примерной рабочей программы, что стимулирует русскоязычных родителей из многих субъектов Российской Федерации отказываться от изучения предмета родной язык русский, хотя школа обязана его организовать. Предложенная Министерство просвещения Российской Федерации примерная образовательная программа по родному языку русскому выстроена на наш взгляд в логике случайности, что приводит только к переутомлению детей и сами авторы утверждают, что это материал для дополнительного освоения основного курса по русскому языку. Закон же предусматривает введение полноценного самостоятельного предмета. Особой критике подвергается программа для четвертых классов, в которой предлагается детальный разговор фразеологизма, сравнение фразеологизма русского языка и иностранных языков разговор заимствованных слуг. В условиях, когда в школу в первый класс приходит до 90% детей со второй и третьей группой физической культуры с пятью-шестью диагнозами, такой учебный материал доступен только для единицы детей, но не как для всех учащихся. Нужно сказать, что в учебниках учебные пособия с первого по девятый класс по этому предмету, на который мы готовили экспертные заключения, вызывают серьезные сомнения в том, что они будут удовлетворять родителей. Многие школы в настоящее время используют новые учебные пособия, изданные в 2017 году санкт-петербургским филиалом издательства просвещения. Я могу перечислить, какие именно изданы и используются уже в 2018 и 2019 году в учебном процессе, что в общем доработает, потому что, например, в Дагестане, я смотрела Дагестан два года тому назад, новых учебников не было и новых пособий не было. В настоящее время появились новые учебные пособия, осталось не совсем не было. Новые учебные пособия на шести языках и готовятся на этих же языках соответственно грамот для тетради, рабочей тетради. Данные пособия позволяют организовать преподавание разных языков в полном соответствии с требованиями федерального стандарта. С сведением новых поправок в федеральный закон об образовании возникает серьезная проблема с выбором родного языка. Поскольку каждый имеет право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемой системой организования, родителям предлагают выбрать родной язык только из двух языков. Нужно отметить, что в крупных городах России практически всех классов имеют политический состав учащихся. Ситуация, когда родители обязаны выбирать родной язык только из двух языков и чаще всего они, конечно, выбирают русский язык. Возникает ситуация, когда формируется урагуняк представители иных народа сознания, что им не разрешают изучать свой родной язык. И такая ситуация не способствует гармонизации межнациональных отношений. Ну, нужно отметить, что, конечно, введение предмета родной язык должен быть обеспечен учебниками, но, к сожалению, в настоящее время во федеральном перечне учебников только используется 10 позиций. Отсутствуют также и по многим языкам дипломированные учителя, подготовленные дипломированные учителя. Для улучшения ситуации изучения языков и числа языков народа России, указан президент Российской Федерации, я думаю, что сегодня кто-то будет говорить об этом, но мне это сказал, указан президента Российской Федерации в октябре 2018 создан фонд сохранения изучения родных языков народов Российской Федерации. В соответствии с постановлением Госдумы в январе 2019 года Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовано обеспечить, начиная с 2020 года, ежегодную разработку примерных программ и учебно-методических комплектов для обучения на родных языках и для изучения родных языков не менее чем по 20 языкам народов России. За весь постсоветский период, к сожалению, так и не удалось создать полноценная геологическая школа с обучением на родном языке, школу, которая бы формировалась с одной стороны современной гражданины России, а с другой носителя качественного родного языка и культуры. Для решения этой проблемы нам, вред, необходимо разработать и утвердить указом президента Российской Федерации государственную языковую стратегию государственной языковой политики Российской Федерации до 2025 года. Мы вносили такое предложение в группу по доработке стратегии государственной национальной политики, но, к сожалению, это не было сделано. В федеральном государственном образовательном стратегии начального образования в части требований к результатам освоения предметов включить требования к предметам школьных российских федераций родной язык русский. Разработать примерные рабочие программы по родному языку русскому и модели учебных планов, учитывающие конституционный статус языков и числа языков народа в России, а также варианты языковых ситуаций. И, конечно, разработать квалификационные требования для учтелей по уровню владения родным языком для получения условий сохранения качества владения языками. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Новосельцева Наталья Владимировна, прокомментиру методического департамента образовательного полу в Казахстане Алматы, Казахстан. Политика проязычия в Республике Казахстан, теория и практика методического сопровождения учителей. Спасибо вам большое. Я сразу приступаю к своему докладу. В 2015 году он принял обыкновение по целям устойчивого развития до 2030 года, где четвертая цель звучит как обеспечение всеобщего качественного образования, обращение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех, где средствам достижения ожидаемых результатов обозначены учителя и этапоги. С 2015 года в Республике Казахстан реализуется политика полеязычия. Обучение в школе ведется на трех языках казахском, русском, английском. Большинство предметов преподается на родном языке, на казахском и на русском, но есть предметы, которые преподаются только на определенном языке. Так, например, предмет «История Казахстана» преподается только на казахском языке. Предмет «Всемирная история» только на русском языке, независимо от языка обучения. А с этого учебного года 19-20 в школах в 10-11 классах начнут изучать химию, физику, информатику и биологию на английском языке. Педагогические вузы, конечно же, не успевают за нашими реформами, и выпускников, способных преподавать вышеперечисленные предметы на английском языке, было подготовлено очень мало. Поэтому решено было обучить английскому языку уже имеющихся в школе преподавателей. Многие из вас, конечно, помнят нашумевшийся в сети ролик, где девочка первоклассница горько плачет, понимая, что ей придется учиться в школе 11 лет, потом еще институт полжизни уйдет на это. А теперь представьте, пожалуйста, на месте для девочки учителя биологии, учителя химии, физики, информатики из Казахстана, которые теперь будут преподавать свои предметы на английском языке и которые теперь отчетливо понимают, что учиться им действительно всю жизнь. Представьте ситуацию, когда из каждой школы отправляют на курсы повышение квалификации учителей высших перечисленных предметов для изучения английского языка и методики преподавания предмета на английском языке, науки. А это науки. В школе им организуется замена, заработная плата их сохраняется и во время курсов им еще платят стипендии. От 3 до 10 месяцев эти педагоги находятся на курсах. Часто это другой город в отрыве от семьи, от детей. За это время учителя проходят полный курс обучения, сдают промежуточный итоговый тест на уровень знания английского языка и независимый международный экзамен. Начинать преподавать предмет на английском конечно тяжело, поэтому Центр педагогического мастерства Назарбаф и Фриктуальных школ проводит медическое сопровождение этих учителей. В теории все выглядело очень заманчиво и перспективно. Однако надо заметить, что в реальной жизни не все добралось. И когда обученные на этих курсах преподаватели начали вести уроки, то обнаружилось, что далеко не все из них действительно способны вести уроки на английском языке, особенно те, кто побывал на трехмесячных курсах. Оказалось, что за три месяца невозможно освоить английский язык там, чтобы начать вести преподавание на нем в полном объеме. Иногда уровень владения английских самих учеников превосходил учительский, что создавало проблемы в процессе коммуникации учитель-ученик. Учитель не всегда понимал, что говорит ученик. В других ситуациях наоборот. Было просто непонимание материала на английском, так как на когнитивно-родном языке ученики еще не получили знаний, а на английском освоить эти знания не могли. Вернувшись после курсов своей школы, 11 тысяч 423 учителя получают денежные надпавки в своей заработной плате, так как они преподают предметы на английском языке. Но всего 352 школы из 7 тысяч 10 по стране преподают сегодня предметы на английском языке с полным погружением, от оплаты получают все 11 тысяч. Справедливо прозвучала критика в адрес министра образования науки, когда председатель Мажориса резюмировал всю эту ситуацию, сказав так, получается вы доплачиваете не за знание языка, а доплачиваете за бумажку формата А4 под названием сертификат. И сейчас в обществе вокруг ситуации с преподаванием наук на английском языке очень много справедливой критики. Но есть и весьма положительные примеры. Как в Алматы в гимназии 105 Минемази Жандосова преподает биологию, физику, химию на английском языке с 2009 года. Но чтобы достичь действительно качественного преподавания, учителя этой гимназии неоднократно повышали свою квалификацию в Великобритании, США, проходили скожировки, участвовали в тренингах. Преподаватели английского языка самые первые в Казахстане получили сертификаты практики декрилы, а преподаватели медики имеют сертификаты независимые международные экзамены и мая. Надо отметить что уровень владеет языков самих учащихся весьма высоко в этой гимназии. Обучение ведется в этой школе на русском языке. Казахстане английский изучают с первого класса, с третьего класса французский, седьмого класса китайский. Наряду с другими школами эта школа стала демонстрировать свой опыт коллегам, предлагать помощь, проводить семинары, тренинги для преподавателей языковых дисциплин, преподавателей физики, химии, биологии. Я попрошу сейчас включить ролик, видеоролик этой школы. Пожалуйста, если можно подемонстрировать. Мир биологии Пэн Тантай, виткина Казахстаном флорами фаунасом держи. Так, ну извините, не получилось мне показать, там дети выступали на всех языках, на русском, на казахском, на английском, и очень рад, что он не загрузился. Образовательный холдинг СК-1 принимал непосредственное участие в организации проведения условий подготовки преподавателей школ. Государственные структуры, занимающиеся повышением квалификации учителей, конечно же, не справились с таким объемом самостоятельно, поэтому был создан консорциум языковых школ, который взял на себя часть нагрузки. Из 11 10 обучались в консорциуме языковых школ. Обучение в консорциуме обучалось самой большой продолжительностью 10 месяцев и проведением независимого экзамена ЕМАИ. То есть, если другие, допустим, представители языковых школ, курсов, институтов, университетов предлагали 3 месяца обучения, в некоторых было 6 месяцев обучения, то наша организация предложила самый большой объем обучения 10 месяцев, потому что мы предусчитаем, что за 3 месяца невозможно подготовить преподавателей, которые способны вести предметы на английском языке. И, конечно же, было организовано медицинское сопровождение учителей физики, химии, биологии, информатики, прошедших обучение на этих курсах. И ежегодно проводится так называемая летняя школа. В этом учебном году цель летней школы была оказание медицинской помощи учителям, преподающим профильный предмет, на английском языке и повышение их языковой компетенции по 4-м дамамам говорения и слушания чтения письма. Во второй летней школе принято участие 650 педагогов, хотя было заявлено 903 педагога, но часть педагогов на эту летнюю школу так и не приехали. Первая дневней школу провели преподаватели консульс, он был полностью посвящен проблемам функционального использования языка, оставшиеся четыре дня с учителями дневниками работали преподаватели ниш, второй день посвящен навыкам чтения, третий развитие навыков говорения, четвертый и пятый день учителя планировали свои уроки, и пятый день это было микро-преподавание, каждый учитель подготовил свой урок, и потом он его обсуждал, то есть это была такая эффективная организация. Для поддержания уровня владения языком после окончания интенсивного курса обучения медической поддержки учителей консульсу он предлагает следующее посткурсовое сопровождение. Во-первых, нужно создать учебно-медические центры для медической поддержки прошедших основной курс обучения учителей предмельников. Должны быть консультации для учителей предмельников, приступивших к введению уроков на английском языке, организовать семинары, конференции, встречи по обмену обыкновения, делать какие-то отчетные тренинги от компаний провайдов во время школьных конникул, возможность содействовать учителей английского языка в ваших курсах консульсу по повышению квалификации и освоивших предоте гуклил. Также мы предлагаем онлайн учения и учебные тренинги во время школьных конникул, которые могут поддержать и дать дальнейшее развитие навыков с помощью занятий онлайн по контролю менеджера учения, консультация, обратная связь с научным тренингом, теоретическая помощь, проведение уроков. И для тех, кто собирается перенимать опыт на зоопарь интеллектуальных школ, я еще должна сказать, это устранные, такие как Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, они, Якутия, активно перенимают опыт на зоопарь интеллектуальных школ. Просто чтобы они наступали на наши граммы, так сказать, я предлагала следующее. Но мы предлагали следующее. Во-первых, это обучение, если вы будете обучать также учителей, которые хотят преподавать предметы на английском, оно должно быть обязательно с отрывом производства. Невозможно учителю одновременно вести уроки и учить английский язык, это просто немыслимо. И интенсивность занятий не менее 26 аудиторных часов, проведение занятий в областных центрах и крупных городах, проведение выходного тестирования, то есть мы должны понимать, какой уровень языка мы в ходе и какое обязательно итоговое тестирование, что мы получили в итоге. Обязательно мотивационный отбор, то есть если мы сделаем опять же то же самое, что было, то есть мы практически загоняли учителей на эти курсы и не было никакой мотивации, поэтому и результат был очень хороший. А если это будет мотивирован для учителя, то они тогда будут оставить английский язык с большим удовольствием. И группы слушателей должны быть не больше 15 человек, у нас были группы 25-30 человек, это было очень тяжело. Если группа 15 человек, то конечно их больше. И обязательно разделение на группу в соответствии с начальным владением английским и обязательно разделение на группу по предметам. у нас к сожалению в группах были все 4 предмета и потом они делились еще на микрогруппы, это было очень тяжело. Если бы сразу разделили допустим отдельно учительной информатики, отдельно учительной химии, физики, то это было бы эффективнее. В своем докладе я привела два примера введения полеязычек в школах Казахстана. Эволюционный в кавычках я так написала, это опыт гимназии 105, обматы и эволюционный введение полеязычек на государственном уровне во все школы Казахстана. Если в первом случае школе понадобилось 10 лет для того, чтобы подготовить преподавателей, учеников и родителей, то во втором примере мы видим, как это происходит за два минуты. Спасибо большое, за два дня было эффектнее, конечно. Уважаемые коллеги, у нас осталась одна минута на общее обсуждение, поэтому я предлагаю обсудить доклады в режиме кофе-брейка. Я думаю, что всем есть что сказать друг кругу, доклады были необычайно интересные, и вот опыт, конечно, соседнего государства, где вдруг решили перейти в естественном научном цикле на английский язык. Это, конечно, большое научение для нас, скажем так, которое тоже иногда испытывают иллюзии, что можно сделать что-то быстро, за два дня, вдруг, и непонятно, зачем нам английском. Но, тем не менее, давайте перейдем к нашей кофейной паузе, и через полчаса встретимся вновь уже на второй секции. Спасибо всем за участие. Продолжение следует...